Продолжаем видеообзор, посвященный запискам Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества из Фонда областного историко-краеведческого музея города Семей. Сегодня вашему вниманию представляю второй выпуск записок за 1905 год, в который вошли работы Зобнина, Герасимова, Куншина, Плотникова, Букиханова, Горбачева. Работа Филиппа Зобнина «Семипалатинские авантюристы. Исторический очерк». Автор пишет о времени в первой половине XIX века, о имевших место случаях перехода казахов в русское подданство, а затем их выходы и переходы в пределы китайской территории для принятия нового подданства. У российского государства назрела необходимость изучить настроение и мысли казахов, чтобы наладить отношения с коренным населением. Для этого требовались дипломаты. В их роли стали предлагать свои услуги посредники, купцы, знавшие язык и быт местного населения, которых автор статьи именовал авантюристами. Следующая работа священника Бориса Герасимова. Это был образованнейший человек. Он в совершенстве владел несколькими языками, в том числе и казахским. Герасимов обследовал Восточный Казахстан вдоль и поперек. Собранные им материалы легли в основу его научных статей и очерков. Его статья называется «Поездка на барлыкские минеральные источники в 1903 году. Путевые наброски». В ней Герасимов очень красочно описывает все, что видел во время своего путешествия. Ученый подробно описывает химический состав и лечебные свойства барлыкской воды. Он писал, что целебные свойства источника высоки. Читателю будет интересно окунуться в прошлое Восточного Казахстана, увидеть красивую природу и быт местного населения глазами автора. Вошла вторая работа Бориса Герасимова «Бычки в Иртыше». Это о речной рыбе бычок. В своей небольшой работе автор пытался дополнить информацию о истиофауне реки Иртыш. Во второй выпуск записок вошли две работы Николая Коншина, который занимался изучением архива Семипалатинского областного управления. Им были изучены и обработаны обширный материал по краю. Это продолжение работы автора по истории края. Статья называется «Материалы для истории степного края к истории открытия Кокпетинского округа с приложениями». И вторая статья – заметка в одном киргизском джуте, материалом для которого послужило хранящееся в архиве Семипалатинского областного управления дело, содержащее сведения о жестоких буранах и гололедице зимой 1840 и 1841 годов, вследствие которого произошел массовый падеж скота, вызвавший голод среди казахского населения. Бедственное положение охватило Каркаролинскую, Зайсанскую, Аягузскую, Скаменогорскую и Кокпетинские уезды Семипалатинской области. Следующая статья – сборник песен Плотникова, который занимался собиранием казачьих песен. Работа называется «Песни казаков сибирского казачьего войска. Песни военные или походные». В этом выпуске опубликована работа Алихана Букиханова из бумаг султана Большой Киргизской Орды Сюка Блайханова. Букиханов начал подробно изучать историю присоединения Казахстана к России еще в конце 1890-х годов. Прежде всего, интересовался именно историей, условиями вхождения Казахстана в подданство Российской империи и, самое главное, социальными, политико-экономическими последствиями этого процесса для казахов и их независимости. В распоряжении следователей оказались и копии соглашений между Российской империей и казахскими ханами, а принятие их в подданство. Материалы автор изучал в первоисточниках, об этом свидетельствует его публикация. Следующая работа статья Горбачева «Таблицы наблюдений Семипалатинской метеорологической станции за 1904 год». А также в сборник вошел отчет о деятельности Семипалатинского географического подотдела за 1904 год с протоколами общих собраний членов подотдела и заседаний распорядительного комитета с 1 января 1904 года по юль 1905 год. В последующем отчеты о проделанной работе печатались как на страницах записок, так и отдельными книжками. На этом заканчиваю видеообзор, посвященный второму выпуску записок из Фонда областного историко-краеведческого музея города Семей. Редактор субтитров А.Семкин